И у нас поначалу вообще была просто борьба. У меня тоже мужчина ревнивый. Я не надеваю шорты, где ползадницы у меня видно. Он мне пытался доказать, что я сумасшедшая. Это вам будут говорить, а твой ли это мужчина? А вы будете говорить, мой, мой 100%. Отношения на расстоянии поддерживать очень сложно. И в принципе, как правило, такая девушка, она добивается всего того, чего она хочет. Девушка должна себя как вести? Сказать, иди в жопу. Я бы рискнула выйти из таких отношений, без страха остаться одной. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет такая болталочка про отношения, про взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Очень часто мне на самом деле задают вопросы и просят, чтобы я что-нибудь рассказала, сняла отдельное видео. Но в последнее время я очень люблю эту тему, на самом деле. Это одни из самых моих любимых тем. Я могу болтать за отношения, передавать свой опыт, узнавать что-то интересное у вас, что-то новое, но, как правило, чего-то нового нет, всё одно и то же, всё по каким-то определённым шаблонам, и ничего нового не происходит. И на самом деле, зная какие-то определённые вещи, которые происходят у всех людей, из раза в раз Америку открывать не нужно, всё очень просто. Сразу можно понять, почему человек делает те или иные вещи, особенно со стороны. Просто когда что-то касается нас в отношениях или вообще в жизни, и когда нас затрагивают эмоции, здесь судить уже очень сложно. Ну, давайте по порядку. Одна из девушек написала мне, говорит, Селен, так давно не было у тебя уже видео про отношения, можешь вот так вот образно сказать, рассказать что-нибудь? Я говорю, давай ты лучше подготовишь мне какие-то вопросы, которые тебя интересуют, ну, так вот обобщимых, да? И я в форме как бы ответа на вопрос, я вот расскажу и что-то своё поведаю, в общем, свой взгляд расскажу. Вот она подготовила вопросы, и у меня, конечно, здесь немножко такие определённые вопросы, но может быть кому-то это тоже будет полезно, какой-то определённый взгляд на отношения, на мужчин, может быть кто-то что-то подчеркнёт себе из этого видео что-то. Не буду называть её имя, потому что мало ли, может быть, она не хочет. Она не говорила мне о том, что назови моё имя. Первое. Как понять, что мужчина манипулирует вами? Зачем он это делает? Как не поддаваться этому? На самом деле мы все люди друг другом манипулируем. Я так говорю, на самом деле, да? Как будто я знаю истину. Но это мой взгляд, и это выработано годами, наблюдениями, общением с другими более умными людьми, чем я. И да, выявилось такое, что все люди друг другом манипулируют. Просто манипуляция бывает разная. Бывает манипуляция такая, когда тебя ставят в такое положение, что тебе нужно сделать, иначе будет что-то плохое, но ты этого делать не хочешь, и ты конкретно чувствуешь, что это человек из своих каких-то эгоистических побуждений делает, давит на тебя, а ты всем своим нутром говоришь, что это не твоё, нет? Нет, то есть есть такая жёсткая манипуляция, да, конкретная, но она очевидная, мы это всё видим. А есть манипуляции более лёгкие, бывают манипуляции во благо, то есть само слово «манипуляция», оно как-то в себе несёт негатив. Но если разобраться, то мы все друг другом манипулируем в той или иной степени, и манипуляция бывает разная. Бывает жёсткая, когда вы явно это видите, и что-то против вашего желания, против вашего сознания что-то делается, вы конкретно это не хотите, вы понимаете, что это может быть даже не во благо будет, то есть осознаёте какие-то моменты. А есть манипуляция во благо, например, кто-то может вас манипулировать вами, чтобы вы занимались спортом, да, чтобы вы вышли из дома, например, вы там не хотите, а кто-то раз там оп-оп манипуляцию провёл, вы раз вышли из дома, вам только на благо. То есть главная мотивация, что человек вкладывает, что он хочет. Он хочет сделать вам благо или он хочет сделать вам неблаго, да, манипуляция, вот такие моменты есть. Второй момент, почему это делает человек, это делает человек почему? Потому что хочет чего-то добиться, ну, то есть хочет добиться каких-то результатов, нужны они ему или нужны они вам, это уже второй вопрос, тоже смотреть надо. Как не поддаваться манипуляции? Ну, во-первых, её нужно замечать. Вообще, внимательность в нашей жизни рулит. И эту внимательность на самом деле можно развивать, и хорошо её развивать, потому что благодаря внимательности, чем больше вещей вы будете замечать, тем больше ответов на многие вопросы будут приходить к вам. и тем больше вы будете видеть в этой жизни, да, и понимать. И если вы будете видеть эту манипуляцию, то вы уже сможете с человеком разговаривать, да, если эта манипуляция вам не нравится, если она не идёт вам на благо, то вы можете поговорить с человеком, и сказать, что ты мной манипулируешь, мне не нравятся манипуляции, да, я вижу, что ты манипулируешь, я не хочу. В любом случае, всё это проговаривается. Но я вам так скажу на опыте, что мы и с подругами, и с моим молодым человеком, нет-нет, да, друг другом манипулируем, но всё это должно быть легко. И, естественно, мотивации, но даже если мотивация, допустим, я там чего-то не хочу, а, допустим, мой любимый хочет, да, и он такой раз-раз, но это всё в игровой форме, то есть нет у этого жёсткого окраса, да, что, типа, человек тебе говорит, дай мне денег, там, 100 тысяч рублей, иначе я там что-то сделаю, ну, да, то есть это уже такие, понимаем, что здесь что-то не то. Вот. Нет, более такие, как бы, там, а давай там я тебе вот это сделаю, а ты мне там это, да, а давай вот как-то, а давай вот договоримся, там, ну, короче, знаешь, ну, как бы такие игровые моменты. Но, в общем, манипуляция, она везде. То есть, смотря здесь, что касается в этой ситуации, если касаться девушки, да, если её это беспокоит, то здесь нужна конкретная ситуация и конкретно, что ей не нравится, и уже разбирать. И, конечно, очень важно в отношениях всегда разговаривать. Я, может быть, всё время по-разному выгляжу, а может нет, потому что каждый вопрос я бегаю, читаю, у меня, как всегда, то у меня тут зарядка сядет, то там зарядка сядет, и в итоге села с телефоном, читаю с телефона, зарядка садится, и мне пришлось его подзарядить, и теперь я бегаю, каждый вопрос записываю. Второй вопрос. Как справиться с ревнивым парнем, который ограничивает свободу? Это запрещает снимать эфиры, ходить в коротком открытом, закрыть профиль, удалиться вообще из соцсетей, с друзьями не общаться. Как поддерживать общение с таким человеком? И получится ли вообще с таким человеком поддерживать общение, если девушку это не устраивает? Давайте по порядку. У меня тоже мужчины ревнивы, поэтому здесь не понаслышке, я скажу. Я сама человек очень сильно свободолюбил, я люблю свободу, да, во всём. Я хочу что-то сделать, я должна это делать, и ни у кого не спрашивать. Отношения — это всегда ограничение свободы. Но в большинстве случаев, не всегда, конечно, у всех, но в большинстве случаев, есть, конечно, маленький процент, это как минимум мы становимся друг другу верными. И проходит год-два, может быть, какое-то время, люди не смотрят по сторонам, пока они влюблены и так далее, но проходит время, и что касается мужчин особенно, они начинают уже поглядывать куда-то, но должны быть верными, правильно? Чтоб не предавать и так далее. И вот вам уже ограничение свободы. Но вообще, как-то по умолчанию люди, когда встречаются, всё, ограничение свободы, в том смысле, что раньше они были свободными, общались с кем хотели, переписывались с кем хотели, флиртовали с кем хотели, спали с кем хотели, гуляли с кем хотели, а как только у вас появилась девушка или мужчина, да, смотря, кого берём, всё, вы уже не можете так просто всё это делать. У вас с мужчиной должны быть одинаковые взгляды на жизнь, чтобы всё это вообще супер свободное, чтобы вы ещё могли каждый спать с кем хочет, да, а может позвать к себе кого-то, то есть это я уже более такой сильно широкий взгляд беру, да, но в основном всё, ограничение свободы. Там с той подругой не общайся, потому что она там, например, допустим, она свободная какая-то и фривольная, да, постоянно рядом с ней мужики какие-то, если ты с ней дружишь, значит, и рядом с тобой мужики, а я не хочу, мне неприятно, там, и так далее, да. Дальше там друг твой всё время бухает, всё время тёлок снимает, ну, к примеру, да, там, ну, грубо говоря, ну, мужским языком выражаясь, или обиженным женским языком выражаясь, тоже, да, я не хочу, чтобы ты с ним дружил, то есть получается, ты тоже там с этими девчонками знакомишься, да нет, я просто рядом сижу, нет, это не устраивает меня, с этим не общаюсь, или он там постоянно бухает, или курит, я не хочу, чтобы ты там общался, да, и так далее. Это постоянные ограничения, постоянные компромиссы, поэтому лучше всего всегда найти себе мужчину, просто с которым схожи взгляды. Если он не пьёт и не курит, то и девушка ему нужна такая же, потому что вряд ли ему будет приятно, если она будет приходить бухая с клуба каждую ночь, да, ну, а ей будет казаться, что он какой-то зануда, одно только вот тренируется и правильно питается, да, а если найти по совместимости, да, то классно, идут вперёд, тренируются, правильно питаются, кайфуют, или тусуются в клубах парень с девушкой, тоже кайфуют, там друг друга на ревность вызывают и так далее. Это всё ограничения отношений, это у нас ограничения. Но я даже не скажу вам, что есть ограничения какие-то правильные, ну, как бы, да, это у всех так, а есть у кого-то сильно ограничения, но это слишком ограничения. Нет, всё очень индивидуально, и только мы сами выбираем себе того парня, который рядом с нами. То есть, если вдруг мы познакомились с парнем, и для начала мы не знаем, какие ограничения он ставит своей девушке внутри, да, то есть, насколько, не то, что он ставит, а насколько его эмоции, его взгляд, его жизнь позволяют ему дать свободу кому-то другому, да, потому что человек может быть неуверен в себе, и настолько зажатый, и очень ревнив, и бояться потерять, и из-за этих всех проблем он просто не даст никому свободы, он просто не даст девушке нормально дышать, потому что он будет каждую минуточку бояться, что она куда-то исчезнет, и он его потеряет. То есть, это не просто так, что он крутой такой, решил ограничить. Нет, всё это происходит из-за каких-то внутренних проблем. И здесь уже только мы выбираем себе подходящего партнёра. То есть, для начала мы знакомимся, мы не знаем парня, да, и потихоньку, потихоньку, опять же, внимательность, опять же, к ней возвращаемся. По мелким шажочкам мы уже можем понимать, что человек приемлет, а что не приемлет, как он реагирует на ту или иную вещь. То есть, мы же не сразу-таки, о, постановимся верными, никуда ничего, нет. Он познакомился с нами как? Мы ходили там в открытой кофточке, в коротой каюпочке, да, он на это, наверное, и запал. А тут ты начинаешь продолжать ходить, а он тебе говорит, о, мне не нравится, потому что это слишком вызывающе. И опять же, потому что будут смотреть, опять же, потому что боится, что кто-то уведёт, может быть, или вообще просто даже желание, что кто-то будет смотреть на тебя, кто-то будет хотеть тебя, это тоже, может быть, мужчине неприятно. Есть какие-то вещи, когда два человека оба понимают. Например, если ты там флиртуешь с кем-то, да, то это неприемлемо. Ни для тебя, ни для меня. Как бы флиртовать нельзя. А есть такие люди, которые, допустим, а для одного это неприемлемо, что-то там стоишься и флиртуешь, да, с кем-то, с девушкой, я тут с тобой есть, к примеру. А кто-то говорит, что такого, я просто общаюсь. Поэтому здесь хорошо, чтобы оба человека понимали какие-то вещи. Ну вот на своём примере объясню. У меня там были до этого отношения такие, где вот как раз-таки была такая ситуация. Я ревнивый человек достаточно, да, и то есть я могу ревновать, особенно если человек доверие моё не завоевал, то есть я заведомо людям доверяю. То есть у меня лимит доверия нормальный, хороший. То есть у меня нет какого-то опыта такого, чтобы сразу я, встречавшись с человеком, раз-таки ему не доверяю. То есть у меня внутри всё нормально, у меня были ожоги в жизни, но тем не менее я, судя по себе, знаю, что есть люди хорошие, добрые, верные, с принципами, с позициями. То есть изначально я человеку доверяю. Когда человек начинает уже себя вести как-то странно, подрывать моё доверие, да, и, ну как бы, подрывать доверие и обратно его как-то не завоевывать, да, то, соответственно, у меня начинаются сомнения к человеку, я начинаю придираться к тем или иным вещам. Вот до этого у меня были такие отношения, где человек сеял и сеял постоянно обо мне сомнения. И каждый раз, когда я указывала на те или иные его ошибки и говорила, что ты делаешь, это неправильно, как минимум мне неприятно, не делай этого. Человек в этом ничего такого не видел. Он мне пытался доказать, что я сумасшедшая, что я истеричка, и что-то с моей головой не то, всё на самом деле нормально, а я человек просто проблемный и вижу проблемы там, где её нет. То есть человек меня не слышал никак, да, то есть он мог общаться, флиртовать, приглашать к себе в гости бывшую, там, раздеваться перед ней, там, по каким-то причинам, например, да, то есть, ну, такие моменты, и рассказывать мне потом об этом. То есть это для него было нормальным, а я, как истеричка, что-то говорила, да. А есть отношения, где тебя понимают, вот, например, я ревнивая, и человек, с которым вот сейчас я, да, тебя понимает. То есть вам не нужно объяснять, что там то или иное плохо. Вы и так знаете, что может быть неприятно ревнивому человеку. Например, я знаю, что если я одену сейчас короткие шорты и открытую кофту, то это будет, ну, как минимум, вот даже просто, вообще не беря даже моего парня, ему это, понятное дело, не понравится, но даже для себя. Зачем мне это? Я лично не хочу привлекать на себя внимание других мужчин. Я не хочу одевать короткую юбку и открытое декольте. У меня есть мужчина, я его люблю, он все смотрит, что надо. Я, например, хочу, наоборот, немного прикрыться и не вызывать на себя именно вожделенные вот эти взгляды. Мне они не нравятся, мне они противны. Когда я свободная девушка, и я ищу этих взглядов, это другой момент. Да, я одеваюсь как-то, может быть, поэффектнее, чтобы обратить на себя внимание, и вот они все желают, тебя хотят познакомиться. Это один момент. Но когда я уже с любимым человеком, я определена, все мое направлено на него. И мне неприятны другие взгляды. И мне не хочется лишний раз кого-то отшивать, поэтому я лишний раз не привлекаю ни для кого внимания. Это очень часто меня, кстати, спрашивают. Вот, там мужчина не разрешает одеваться. А у меня всегда вопрос, а зачем открываться? Зачем надевать декольте? Зачем оголять свою грудь и показывать попу? То есть, я могу это понять, если девушке, наверное, что-то не хватает в ее мужчине. И она все-таки хочет эти взгляды, она все-таки ищет еще свою половину, где-то там глубоко, может быть, себе не признает. Поэтому ей хочется открыться, и все равно она продолжает искать. Может быть, где-то подсознательно это понимают мужчины. То есть, за это, я считаю, вообще спорить нельзя. Вопрос одежды. Если, конечно, тебя не одевают в паранжу, как говорится, закрой то, одевай только длинные вещи. Нет, то есть, нет, все в пределах, как бы, да. Допустим, я не надеваю шорты, где ползадницы у меня видно. Хотя я настолько привыкла, я могу случайно надеть такие шорты, и вдруг мне кто-то скажет, что они там какие-то сильно вызывающие. Могу тоже так со стороны где-то посмотреть. Но опять же, по взглядам будет всяким и видно, да. Сильно вызывающе ты одета или нет. Но что касается вещей, здесь момент такой очень индивидуальный. Здесь нельзя сказать, что правильно, что нет. Если вашему мужчину это не устраивает, и он как-то просит вас больше приодеться, то можно как-то к нему прислушаться. Например, закрыть профиль, удалиться из соцсетей, не общаться с друзьями, не вести прямые эфиры. Здесь тоже. Ну вот опять же, я как человек такой ревнивый. Представляю, что у меня такой парень, да, там ведет прямые эфиры. То есть, ну, к примеру, прямые эфиры – это отдельная история какая-то, да. Для кого, для чего и зачем ты ведешь прямые эфиры. Я считаю, что прямые эфиры – это вообще чисто для более-менее популярных людей, у которых большое количество подписчиков, с которыми не может человек встретиться, и он как бы ведет прямой эфир, чтобы с ним пообщались в прямом эфире, позадавали вопросы и так далее. Честно говоря, ну, не знаю, для чего вести эфир для, там, пяти-четырех своих друзей. Можно индивидуально как-то так созвониться с каждым и поговорить. Я бы, наверное, вряд ли вела бы эфиры для пяти человек. Хотя, ну, я знаю, вот, допустим, у меня был такой период, когда я только начинала, может быть, вести эфир, и было небольшое количество, но именно в эфирах. Но подписчиков-то было большое количество, и мне нужно было вести эти прямые эфиры. Мне хотелось с ними общаться, мне хотелось обратную связь. А еще очень важно, кто в друзьях у вас находится, да, и кто в эти прямые эфиры выходит. Если вы выходите в прямой эфир, и выходят какие-нибудь там ваши бывшие, или какие-то желающие мужчины, в общем-то, да, то нахрена вести этот эфир, спросит вас парень ваш, да? Или женщина спросит мужчину, нахрена ты ведешь эфиры, если там одни девушки собираются, и что-то там спрашивают у тебя, или комплименты тебя отвешивают. Неприятно, да? Что касается вот этого, удалиться из соцсетей, не общаться с друзьями, закрыть профиль, это, конечно, уже слишком, я бы сказала. Но у меня, на самом деле, до того, как я была более-менее популярна, у меня до этого всегда были соцсети, и никогда ни у кого не стоял вопрос, чтобы я его закрыла. Потому что, ну, как-то мне кажется, что это сразу очевидно, что это за глупость какая-то. А вдруг тебя, ну, хорошо, ты мне запрещаешь, то есть вообще нельзя, чтобы мужчина заменял вам все, заменял вам друзей, соцсети, хобби, отказываться там от каких-то любимых дел, нельзя, потому что на самом деле, по большому счету, грубо будет сказано, но это так, сегодня мужчина есть, завтра его может не быть. С чем вы останетесь? Мне уже девочки писали такие, которые все бросили ради любимого, и вот только с ним, только с ним, а потом ему просто стало с вами неинтересно. Он вас оставляет, и с чем вы остаетесь? Ни друзей, никого. Все начинать заново. И, конечно, друзья уже тоже как-то так посмотрят на это, ну, отказалась и отказалась, и не надо общаться с нами. Поэтому я бы здесь от этих вещей не отказывалась, это, ну, слишком, да? Здесь уж лучше, может быть, есть конкретные причины у человека, почему он хочет, чтобы вы закрыли соцсети свои, там, и не общались с друзьями со своими. Может быть, какие-то конкретные причины? Может, какие-то друзья у вас странные, да? Алкоголики-наркоманы, к примеру. Я же не знаю, что за девушка мне писала, да, и что у нее за парень. То есть здесь всегда нужно слушать две стороны, чтобы делать более объективные, на самом деле, выводы, потому что мы люди, какие бы мы ни были такие, знаете, правильные, адекватные и объективные, все равно мы высказываемся субъективно. И всегда мы себя защищаем. И не всегда мы можем увидеть, на самом деле, ситуацию, как она есть. Думаю, что мы 100% правы, мы можем оказаться совершенно неправы в той или иной ситуации. Я себя на этом ловила очень много раз, поэтому знаю, о чем говорю. И, может быть, есть конкретные причины того, что удалить профиль. Может быть, там в вашем профиле одни мужчины какие-то, и он, как бы, понимает, с кем вы там общаетесь, да? Так кардинально удалить профиль там и удалиться из соцсетей, это, я не знаю, какие должны быть причины. Но так просто, это неправильно. Как поддерживать общение с таким человеком? Получится ли вообще с ним поддерживать, если девушку это не устраивает? А зачем с ним поддерживать тогда отношения, если это не устраивает? Если вы поняли, что это такой человек, что он по-другому вести себя не может, что его внутренние ограничения и эмоции просто не дают ему дать вам больше свободы, то, а вы не можете с этим справляться и не можете подарить ему все это, то, я думаю, нужно найти мужчину просто схожего с вами, чтобы все устраивало. Я вообще за свои годы, за весь свой опыт поняла, что нафиг не нужно ничего тянуть, не нужно ничего вытягивать из пальца. На самом деле в мире очень много людей, и где-то есть та ваша половинка, где вы вот так вот сойдетесь. Конечно, очень клево иметь разный опыт, то есть когда есть человек, который, допустим, по-разному с вами смотрит, вот он говорит на белое это черное, а на черное это белое, а вы по-другому, и вы постоянно спорите, а вы пытаетесь прийти к каким-то компромиссам. Это все равно какой-то опыт, вы испытываете какие-то эмоции, и в конце концов вы, может быть, разочаровываетесь, расстаетесь. Потом вы находите другого парня, а он, например, на черное говорит черное, а на белое говорит белое. И вы так все супер-пупер, зато у него другие могут быть какие-то косяки, да, и вы такие думаете, бля, нифига себе, да, еще какой-то опыт. И вместе с тем все складывается, и вы становитесь таким мудрым человеком по жизни. Опыт это всегда хорошо. Но я всегда верила в то, что есть человек, с которым мне будет хорошо и комфортно, и непресно. То есть человек будет умный, человек будет целеустремленный, заботливый, добрый, с чувством юмора, при этом непресный, с ним не будет скучно. То есть он будет иногда давать взбучку, эмоции, все гармонично. Но вот я думаю, что это есть у тех людей, которые в это верят. Я очень часто встречаю людей, которые, ну как бы они вот не говорили, может быть не верили, или что там у них внутри происходит, и как это они все организуют, эти мысли, но у них в жизни ничего не получается. Не находят они не то, что свою половинку, им вообще очень сложно найти кого-то, да. Есть такие люди. Ну, ну вот так. И все равно я считаю, что если что-то вас не устраивает, и жизнь вашу не делает краше отношения, не приносит какой-то пользы и доброты вовне, да, а делает вам только нервы, мир становится каким-то серым, то не стоит держаться за такие отношения. Я бы рискнула выйти из таких отношений, без страха остаться одной. Вот лучше остаться одной, чем в сложных таких вот отношениях. Это лично для меня. Потому что я не боюсь одиночества, мне самой с собой хорошо, у меня есть друзья, есть прекрасная жизнь, хобби, столько всего интересного на самом деле, помимо этих отношений. Это хорошо, если они пришли, сложились, есть мужчина, который вам помогает, и можно сделать вот такого дитя прекрасного, да, и свои сложности, и трудности потом. Но если не складывается, ничего страшного. Я считаю, это не страшно. Просто у меня такие убеждения были. Может быть, поэтому я была в жизни расслаблена, поэтому вот как-то оно пришло вот так, все пришло. Конечно, мамой хотелось быть всегда, но вот так оно пришло. Но это не страшно, быть одной. Поэтому держаться, просто я о чем говорю, что многие девочки, их что-то не устраивает, да, им тяжело в отношениях, но они держатся, думая, что не найдут кого-то, а может и не найдут. Боятся остаться одни там и так далее. И потому продолжают находиться в сложных отношениях, и жизнь в итоге приобретает какие-то другие краски, серые, черные, да, разные. И потом такие девушки и рассказывают, я там была 10 лет в отношениях, или сколько-то там, а там вот так все, у меня вот так вот. Надо было просто раньше уходить, да. Чем раньше мы уйдем, пока молодые, тем больше возможностей встретить кого-то. Хотя и в взрослой жизни тоже я слышала отзывы, что и 45 лет. И вот у меня была знакомая, 45 лет ей было. Она говорит, нет, не 45, я ей уже была постарше, но она говорит, что в 45 лет у нее был самый пик женихов. Самый пик женихов. И вот такая жизнь вся, говорит, даже в 20 такого не было. Поэтому все очень индивидуально, все зависит от того, что у нас здесь, какой настрой. И лично я живу по принципу такому. Если меня что-то не устраивает, то все идут лесом. Я пытаюсь, конечно, объяснить, я даю шанс, но если меня не устраивает, я не буду ничего терпеть. Я верю в то, и всегда верила, что люди вокруг меня должны создавать позитив и быть со мной на одной волне, одного взгляда, поддерживать друг друга. Я в это верила всегда, и это все со мной рядом. То есть я никогда не считала, что нужно мужчину терпеть, что нужно как-то вот тянуть лямку, как говорится, спасать отношения. То есть это, ну, я никогда не придерживалась такого взгляда. Мне не хотелось. Единственное, что могло заставлять меня находиться в отношениях, это только моя привязанность. И, возможно, когда-то страх одиночества, потому что он когда-то был. Конечно же, я с этим поработала, чтобы этого страха не было, потому что из-за этого страха одиночества остаться одной, вдруг ты не найдешь лучше и так далее, вообще просто заставляет делать очень непонятные поступки. Поэтому мне нужно было проработать это, полюбить себя и полюбить жизнь с самой собой наедине. Следующий вопрос. Что делать, если с любимым человеком часто происходят ссоры? Провокатор на ссоры, в частности, он, вечно его что-то не устраивает. Закончить отношения или найти проблему и устранить. Вот интересно. Ссоры и провоцирует он, вот даже когда я читала это сообщение, ссоры провоцирует он, его вечно что-то не устраивает. Тоже, да? Это вот человек говорит о своей какой-то ситуации. А мне сразу захотелось узнать, а что вот не устраивает? А может быть есть действительно что-то, что не устраивает? И может быть есть какие-то вещи, которые, ну, действительно, может быть по нормам каким-то, да, там, общим, принятым, да, ну, ненормальным. Опять же, это же взгляд, да? Вот смотрите, получается такая ситуация, да, вот девушка, да, тоже пишет, вот ее не устраивает, вот это, вот это, вот это, да, какие-то моменты. Ведь она тоже может об этом говорить, намекать, ее что-то не устраивает. Но на самом деле парень может так пойти к своему другу и сказать, вот у нас вечные ссоры из-за нее, вечно ее что-то не устраивает. Она говорит, что все ссоры там из-за меня, да, она говорит, что я ее во всем ограничиваю. Кстати, не все это могут даже признать, что ограничиваю в чем-то. Поэтому тоже здесь момент такой, все ссоры из-за него, провокатор он. Ну, ладно, если верить, что его вечно что-то не устраивает, то есть это такой вот мужчина, которого вечно все не устраивает, он постоянно раздувает ссоры, нахрен он нужен такой? То есть, о мужчине нужно, чтобы было о чем сказать хорошее. Он вот это, вот это, вот это. Хорошего должно быть больше, чем негатива. Если ты о мужчине говоришь только то, что он раздувает ссоры, он ограничивает твою свободу, он там еще что-то, да? Зачем тогда? Поговори с ним. Если он не понимает и продолжает это делать, то может быть найти другого мужчину? Ну, как бы вот такая формула простая, да? Наши эмоции только и привязанности всякие, и вот эти страхи не дают нам сделать правильное решение. Ну вот если вы считаете, что он к вам придирается, что нет причин для того, чтобы его что-то не устраивало, а просто вот его не устраивает что-то, потому что он такой человек, которого вечно что-то не устраивает, провоцирует скандалы, вы из-за этого ссоритесь, плохо себя чувствуете, то, возможно, нужно расстаться. Но если вы считаете, что у него обоснованные какие-то могут быть претензии, да, и это не просто провокация ссоры, а действительно он хочет обратить ваше внимание на что-то, то, может быть, стоит призадуматься, обратить внимание на свое поведение, может, вы действительно что-то делаете не так. Просто и девушки есть разные, и мужчины разные. Здесь хорошо бы обратиться к более... Знаете, к кому хорошо обратиться? У кого непредвзятое отношение к вашему парню. Я раньше всегда обращалась к своему старшему другу, он мне всегда советовал, но я удивлена была, когда он мне сказал, просто обратись к своей младшей подружке. Он мне говорит, у меня подружка была, может быть, вы ее все знаете, Любочка, да. Мы жили вместе долгое время в Москве, и она, ну, для меня как-то всегда была младше меня, да, но, конечно, я там с ней советовалась и так далее, но в каких-то более глобальных вопросах, там, отношения, взаимоотношения, я шла к старшему другу, потому что у него опыт, он знает и так далее. А он мне говорил, просто обратись к Любе, спроси у нее мнение, она тебе все скажет. А все просто потому, и не важно, сколько ей лет и какой у нее опыт, все просто потому, что она непредвзято к нему относится, она его не любит, человека, она не испытывает к нему эмоции, она к нему ровна, поэтому она может все прекрасно увидеть. А я от того, что влюблена, я слепа, я не вижу каких-то вещей, я не вижу, что человек мной манипулирует, я не вижу там, что он мной пользуется, да, я не вижу, что он там грубый со мной, что как-то некрасиво себя ведет, очень фривольно, неуважительно, я этого всего не увижу. Зато моя подруга увидит, потому что она не испытывает к нему эмоций, поэтому обратитесь просто к подруге, которая никак к нему не относится. Вот и спросите, как ты думаешь? И скажет она, ну, если вы доверяете своей подруге, обратитесь к маме, потому что мама вас любит, там, ваши близкие, они вас любят, они вам желают добра. Если они увидят, что человек рядом с вами тоже желает вам добра, он хороший, все у него хорошо, то они никогда не скажут про него плохо, нормальные, адекватные, да, родители и близкие. А если у человека что-то там не так, даже в мелочах, они это все заметят и вам скажут, главное, чтобы это тоже заметили вы. Вот, но прежде чем расставаться, конечно, лучше найти проблему, если ее можно найти и решить, то найдите и решите. А если не получается ее найти, и просто такой человек, который просто создает ситуации на равном месте, то какой смысл тогда дальше продолжать отношения, если вас это не устраивает. Следующий вопрос, как поддерживать отношения на расстоянии. Отношения на расстоянии поддерживать очень сложно, очень важно, по каким причинам вы находитесь на расстоянии. Это очень важный момент. И что человек делает для вас на расстоянии. То есть я уже давно говорила, допустим, у меня отношения на расстоянии, я давно говорила, что наши отношения вообще зародились и полностью долгое время были на мужчине. То есть эти отношения вообще начались только благодаря ему. То есть он как мужчина выполнял все свои функции и более того, помимо того, что он был внимательный, заботливый, с чувством юмора, любящий, он окутал теплом вот так вот, даже находясь на расстоянии, что не делал ни один мужчина в моей жизни, находясь со мной рядом и при этом полностью выполнял свои мужские обязанности. Поддерживал меня во всех смыслах. И, конечно же, когда ты находишь такого мужчину, ты понимаешь, что эта мелочь, то, что вы временно на расстоянии находитесь, она опускается, она становится очень маленькой по сравнению с большими плюсами, которые ходят рядом. А в других отношениях, как я не знаю, если есть недоверие, если есть сложности, если есть недопонимание, если человек не берет трубку, когда вы звоните. Ну, то есть это все очень индивидуально и отношения на расстоянии, это очень-очень сложно на самом деле. Ну, вот я просто не беру мою ситуацию, потому что у меня ситуация редкая. Моя ситуация редкая, потому что мужчина такой редкий. А в основном все очень сложно. Вот. И я знаю отношения на расстоянии, и у меня были другие отношения на расстоянии. Это все очень сложно. И, как правило, эти отношения не выдерживают. Как поддерживают такие отношения, я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Но мужчина должен выполнять все... То есть мужчина должен оставаться мужчиной даже на расстоянии. Женщина, понятно, хранит верность, занимается какими-то своими делами, тоже должна развиваться, иметь какое-то свое хобби, увлечение. То есть должна быть деловая женщина. Она не должна быть привязана на звонке чисто к своему мужчине. А мужчина должен выполнять свои мужские обязанности. То есть у нас в России такой менталитет, что мужчина, он у нас добытчик, он у нас должен содержать семью. И если мужчине на расстоянии удается это делать, то это очень круто. Это очень круто. Если мужчина может делать подарки на расстоянии, если мужчина может обеспечивать свою девушку на расстоянии, то он может завести семью, как у меня, на расстоянии. И все прекрасно. Он также может проявлять внимание, заботу, и девушка будет полностью ему доверять. Он может быть постоянно на телефоне, она может в любой момент позвонить, она может в любой момент знать, где он находится. То есть на все есть всякие разные вещи, где люди могут на самом деле чувствовать себя комфортно. Просто когда люди любят друг друга, они все это делают с удовольствием и прям вот открыто, да? А если есть какие-то там моментики, для мужчины, например, ой, хорошо, что на расстоянии, буду подгуливать там где-то, не заметят. Но это очень сложно. Как правило, мужчины, мне кажется, не выдерживают. Хотя и девушки сейчас очень разные есть. Девушки могут. Но мужчины, они по природе свои полигамны, я уже об этом говорила. И если их девушки рядом нет, и они еще не таких каких-то принципов серьезных, да, хранения верности, то они не выдерживают этого. И пока они на расстоянии, они могут, удовлетворяя свои потребности, интимные, вожделенные, они могут просто нарваться на девушку, которую полюбят, влюбятся. Вот так. Как понять, что это именно ваш мужчина? Это на самом деле вообще очень легко. Когда вы находите своего мужчину, у вас не возникает вопрос, а мой ли это мужчина? Это проверено. Да. Если вы находите мужчину и думаете, а мой ли это мужчина? Ну, это не значит, что это не ваш мужчина, да? Но знаю точно, что когда вы найдете своего мужчину, то сомнений не будет. Это вам будут говорить, а твой ли это мужчина? А вы будете говорить, мой, мой 100%. Как себя девушка должна вести, если в момент ссоры молодой человек не прав, но не до конца осознает об этом? И даже если осознает, то не извиниться за свои слова или, возможно, поступок. Гордый. Стоит ли встречаться с гордым? Вообще, вот эти вот все гордыни, все вот это вот напускное, в настоящих эмоциях, влюбленности, любви, очень быстро все опускается. Это легко очень быстро опустить. Я видела таких гордых людей, которые просто свою гордость растаптывали из-за своих эмоций. Так они были влюблены, так они хотели угодить, так они хотели не терять, так они боялись потерять, что гордыня, они на нее плевали. И шли, извинялись, делали то, что не в их правилах. Все зависит от девушки еще, какая рядом с ним. То есть с одной девушкой он может проявлять свою гордость, потому что она позволяет ему проявлять свою гордость, а другая будет опускать его гордость, конкретно опускать, потому что она не боится ничего. очень легко чувствовать себя хорошо, когда вы ничего не боитесь. Если вы не боитесь потерять, если вы не боитесь одиночества, если вы не боитесь каких-то последствий, вы очень себя легко ведете. И в принципе, как правило, такая девушка, она добивается всего того, чего она хочет. Если мужчина часто неправ и потом не извиняется, то есть вы позволяете этому быть, то он и не будет извиняться. Ну ничего, ну неправда, неправда. Ну да, наверное, неправ. Есть люди, которые, они, допустим, неправы, и их так это гложет, что им, ну, они это действительно осознали, им хочется извиниться. Они причинили, ну, неприятность человеку своему любимому. Им хочется извиниться, чтобы растворить вообще вот этот весь момент, да. А кто-то не признает этих вещей, может быть, или не до конца все-таки осознает, да. Или осознал, ну, а как здесь гордость вообще? Это бред какой-то. А как, а как, какая-то тепло человеческое внутреннее вот это? Вот ты осознал, что ты обидел любимого человека? Как ты можешь не извиниться? Да иди ты в жопу, блин, не извиняешься. Все, девушка должна себя как вести? Сказать, иди в жопу. Не извиняешься, иди в жопу. Ты меня обидел, ты неправ, ты это понял? Извиняйся. У нас вообще с любимым такое, любимое слово наше извиняйся. То есть мы можем стоять в позе, друг другу что-то доказывать, но у нас, и даже изначально бывает, что-то происходит там, да, и не дожидаясь вообще всех разборок, кто-то один из нас все время говорит, извиняйся. Вот мы не будем сейчас даже решать, кто правил. Просто извиняйся, ты вот это сделал. Если человек не согласен, то мы начинаем открывать спор, что я сделал, все это потому что, ну, чтобы в следующий раз этого не произошло, потому что если, допустим, что-то мне не понравилось, а я, ну, как бы я это не осознала, что я не права, считаю, что я права, значит, эта ситуация произойдет в следующий раз, в следующий раз мы опять из-за этого поссоримся, опять мне будут говорить, извиняйся. Нет уж, давай поймем здесь, и либо ты мне не говоришь, чтобы я извинялась, либо должна понять так, что я извинюсь, и больше этого не будет. Постараюсь, во всяком случае, чтобы этого не было, да. Вот. Но извинения, они вообще очень важны у нас. У нас в отношениях извинений очень важны. Если человек не извиняется, то я бы, наверное, думала, что он и не осознает до конца, что он сделал. Либо он такой недобрый, что он осознал, что обидел, и не хочет как-то растворить этот момент. Хочет, чтобы комья какие-то собирались. Вообще, мне кажется, это не любовь, если честно. Это уже гордость, там все дела, какие-то манипуляции, эгоизм чистой воды, просыпается, и все. Но это отношения не про любовь. Я вам так скажу, что вообще, мужчина, когда влюблен, или девушка, когда влюблена, мы превращаемся в тряпок. Мы реально вот, ну, мякиши. Если просто человек работает над собой, да, то есть в основном все такие, я это очень много вижу. Человек может быть вот такой, и гордый, и все, и все супер-пупер, но только влюбляется, все, он растворяется, он не может, а я не прав, да, он даже бывает, говорит, что он не прав, там, где он прав. И такое бывает, вот эти супер-гордые люди. Поэтому, когда я встречала мужчину, и видела, что он где-то выпендривается, да, мягко говоря, то мне почему-то всегда, у меня была какая-то, да, игра своя внутри. Всегда хотелось показать такому гордому мужчине, где должна находиться его гордость рядом со мной. Мне всегда это удавалось. Поэтому мне кажется, что не позволяйте просто мужчинам как-то с вами общаться вот так. Требуйте, требуйте извинений, требуйте уважения. Это нужно отстаивать, все. Особенно, если отношения такие не супер-идеальные, да, какие-то, все равно, вот я вижу в отношениях, это все время люди борются за власть. За власть, за кто в доме хозяин, знаете, вечно. Кто умнее, кто сильнее. Но это не совсем происходит. Есть определенные люди, например, такие как я, такие как мой мужчина, да, то есть у нас поначалу вообще была просто борьба. Нужно было отвоевывать просто свое место под солнцем, чтобы тебя уважали, чтобы тебя воспринимали серьезно. Представляла прям себя такой воин в кольчуге, шлем, мечи. я даже хочу что-нибудь такое, клип какой-нибудь сделать такой на одну из песен, может быть, каких-нибудь новых. Да, потому что отношения это вот так, это мы должны вот так вот одеться и просто как красомахи быть. мысленно, мысленно. Раз там мужчина начинает атаковать, многие мужчины любят показывать, кто в доме хозяин. Вот они любят хозяйничать. Я мужчина, я глава, хотя может быть полностью неправ и ерунду какую-то несет, честное слово. И женщина типа молчит там, да, вообще. все, нужно открывать свои копья, ружья, доставать. Говорит, так, сейчас слушай меня. В общем, я надеюсь, что я ответила на вопросы и надеюсь, мое видео будет полезно не только девушке, которая задавала эти вопросы, но и другим. Вот. Если понравилось мое видео, ставьте лайк, если было интересно, пишите в директ. А я вас целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok